Здравствуйте! Я рад вас приветствовать на канале Процветок. Меня зовут Константин Шишко, я топиарных дел мастер. Сегодня мы проведем маленькую экскурсию в моем любимом саду. Я хочу вам рассказать, что можно, используя самые простые растения, добиться какого-то результата. Вот мы видим это обыкновенная туя-брабант. Просто десятилетие стрижки, и она будет выглядеть так. Вот это арки сделаны из обыкновенного боярышника. Просто все требует внимания в саду. Так не бывает, чтобы вы высадили и забыли. Это процесс постоянный, и он всегда какие-то выдвигает новые идеи, когда ты делаешь что-то. И невозможно остановиться, будут постоянные какие-то переделки, какие-то стрижки, какие-то дополнения каких-то растений. То есть это процесс бесконечный. Вот этот участок, который находится возле дома, он тоже много раз трансформировался. Менялись растения, но в результате все равно осталось две туи. С той стороны смаракт, а с этой до грот спайр. Здесь когда-то был просто высажен тис. Тисы имеют особенность такую расти воронкой. И возникла идея сделать из него кресло. Вот это можжевельник форма пиндула, который, в общем-то, был сплошной массой. Прошло время выделил стволы и сформировал условно из него какой-то неваки. Из сосны обыкновенной формируется пинья. Просто на это время на формовку уходят годы. Вот это уже третий год. То есть из нашей сосны аборигенной обыкновенной формируется вот такая пинья. И при должном уходе она будет очень красивая. Не хватало цвета. В этом году решил высадить вон там магнолия маленькая. Она будет пурпурная. Но, как ни странно, что уже все-таки август и осень. Да. И уже появляются какие-то пурпурные краски. В общем, такой уголок. Но тоже могут быть какие-то еще, как это, дополнения. В одном из питомников увидел такую сосну, которую, в общем-то, никто не хотел покупать. Кривую. И долго она у меня была в прикопе. А потом созрела идея сформировать из нее неваки. Конечно, сейчас еще мы в процессе. Но уже что-то видно. Изначально вот это искривление, оно было. Уже там выше что-то я там подправлял, формировал и направлял какое-то движение. Получился вот такой маленькая такая композиция. Кстати, все это подсмотрено где-то. Вьетнамцы, оказывается, очень хорошие садовники. И живя во Вьетнаме, я многое подсмотрел. Вот они мастера в этом деле. Ну вот взят обыкновенная туя-брабант, которая используется для создания живых изгородь. И при определенных условиях, вот в данном случае стрижка, стрижка постоянная, можно добиться вот такого результата. Правда, уйдет десятилетие для этого. Но все равно можно сделать, да. На самом деле, в моем саду использованы еще растения, те, которые не занимают много места. Вы видите ель плакучая сербская аморика, ель плакучая инверса, дуб фастигиата. Они все узенькие, они не дают такой ширины, потому что участок маленький, десять соток. И целесообразно использовать растения, которые не занимают большую площадь. В данном случае ель глаукоглобозум интересна тем, что она медленно растет и у нее ярко насыщенный голубой цвет. Ну и я решил ее тоже как бы постричь, ну придать ей какую-то изюминку. Хотя формы могут быть абсолютно разные, да. В моем саду очень интересно еще растение, можжевельник вилтони, который, как правило, стелится по земле. И в данном случае стелиться ему было некуда, и я его тоже поднял на опору и сформировал из него вот такую композицию. В моем саду еще даже растут кактусы. Было время, когда у меня не было зимнего сада, то все кактусы выносились на улицу на лето. Но я уже построил зимний сад, а некоторые опунции, которые зимуют еще в грунте, они находятся у меня и на улице. Я укрываю немножко, они в общем-то зимуют. Живая изгородь из Туй Рейнгольд, она здесь не просто так. От улицы у меня живая изгородь из Брабантов Туй, а это Рейнгольды. Они дают контраст цветовой. Но она является еще ширмой, и за этой ширмой там у меня находится мой огород. Основные мои выращивания это чеснок немножко и немножко лука, и петрушка, любисток, земляника. Но уже осень, близко к осени уже все выросло и все убрали. Вот такая ель варигата, еще ее зовут змеевидной, тоже украсила мой сад. Она не стрижется, она живет, как это, в свободном полете. Вот она такая, да, интересная. Потому что участок небольшой, и она занимает много места, но она украшает мой сад, мне кажется. Это ханамелис, который привинт на штамп. Штамп использовался, рябина обыкновенная. Просто получается, что и ханамелис, и это семейство разоцветных. И цель достигалась такая, чтобы получить цветение красивое на штампе. Но есть один недостаток. В наших обычных, в наших обычных условиях он зимует под снегом почва, на почве. Он невысокий, а здесь он высоко поднят и часто подмерзает, приходится укрывать. Но он цветет красиво, конечно, на штампе. Вот тоже мой огород такой декоративный. Базилик, петрушка, укропчик, чтобы далеко не ходить. Вот интересный случай. Взята лиственница, сорт Диана. А интересен он тем, что у этого сорта закрученность есть, тартаросость, веточки крутятся. И я решил из этого создать бонсай, не ваки. И, в общем-то, это уже пятый год стрижки. Но интересно это тем, что ветки непредсказуемы. Они всегда выстреливают вправо, влево, вниз. Они извиваются, крутятся, как вот такие. У них такой сорт. Но в этом-то и прелесть. Если придет осень и опадут это листва, то будет очень интересная графика стволов. В прошлом году мы показывали, снимался сюжет о живой беседке из боярышника. Опять все же качели были установлены. Но мне не понравилась вот эта закрытость этой беседки. И, конечно, недостаток боярышника, что он все-таки колючий. Поэтому было принято решение. Я все удалил и высадил, и сделал беседку из граба. Нижняя часть будет открытой. Верхняя часть будет все время наращивать массу. То есть она будет крышей. То есть это первый год формировки. Были взяты грабы из питомника. Выкапывал сам для того, чтобы не повредить корни с комом земли. Все они принялись легко и даже в этом году уже дали прирост. Для того, чтобы сформировать этот каркас более устойчивым для начала, вот там видна такая арматурка, которая привязана и которая держит, не дает ветру их развито. Через пару лет это все снимется. Хотел только подсказку еще такую, что использовались вот для привязки этой арматуры, кольца этого, используются медицинские капельницы. Вот эти трубочки. Они эластичные, они не врезаются и не травмируют дерево. Вот что у нас получилось. Но результат будет виден, конечно, через лет так пять, наверное. Будет хорошая крыша, и она будет вот на таких живых столбиках. Это туя, золотистая туя, какая-то шаровидная. Я даже не могу сказать точно сорт. И это память от Владимира Ляпчева, мастера топиарной стрижки из России. Это у него такая вот была задумка, идея. Ну и я вот ее много лет уже поддерживаю. Правда, немножко подзросло, надо постригать, да. Так что спасибо, Володя. Тоже интересная идея с форзицией. Все знают форзицию, одна из первых весной, она зацветает, дает пышное цветение желтого цвета цветки. Но недостаток, что форзиция промежуточная, она немножко такая агрессивная, большая. А появились сорта, которые миниатюрные. Что я сделал? Я взял штамп от форзиции промежуточной, то есть и на него привил вот эту форму. И у меня получилось такое деревце. Оно интересное, что оно не такое агрессивное и легко стрижется. Вот эта сосна, наша аборигенная, обыкновенная сосна. Где-то нашел в лесу, на какой-то лесной дороге трактор и был ее переехал. Я ее привез и вот уже на протяжении, на протяжении, наверное, лет 15 она стрижется. Ну вот, что можно получить из самой простой нашей аборигенной сосны. И сетка самая простая. Использовались, условно говоря, самые обыкновенные материалы. Единственный, мне кажется, ее такой плюс. Вот этот клематис видовой, который убивает ее. И как раз мы попали на цветение. Этот клематис хорошо зимует и если даже где-то что-то подмерзает, он быстро наращивает массу. И уже к августу месяцу всегда вот такое пышное цветение. Не мог пройти мимо старых швейных машинок. И вот, условно говоря, я их использовал в интерьере. Конечно, подсмотрел. Подсмотрел в Америке, там есть сеть магазинов. Да, так вот, они как бы тоже выполняют функцию такого, как это, декора. Бабушкина кружка тоже ко мне попала и она была где-то все у меня в этим самом, где-то в запасниках. Но в этом году вот такая идея посетила. Мы прекрасно помним советское время, где часто цепочка использовалась для того, чтобы эту кружку не уперли. И вот она у меня вызывает такие ностальгические воспоминания и по бабушке, и по советскому прошлому. Это вот такая композиция, будучи тоже во Вьетнаме. Подсмотрел такой мини-лес, мини-садик. Тоже использовались обыкновенные туи, самые простые, брабант. Вот что можно их стричь. Правда, немножко, как это, прошло время, надо уже стричь, а как-то тут руки все не доходят, нет времени. Тоже использовались какие-то камни, но вот эти туи можно выстригать и держать форму. И самое удивительное, что они прекрасно зимуют. Здесь тоже такая мини-композиция. Использовались разные растения. Я даже в этом году нашел один вяз такой, который мини-растет. Вот у него листья мелкие, и он очень хорошо стрижется, легко формируется и довольно быстро наращивает массу. Вот в данном случае мы еще видим проволоку, которая формирует и дает направление, какие-то растяжки, которые задают нужный угол. Но это все уберется в следующем году. А в этом году, вот буквально тут, я его даже в середине лета где-то высадил, и уже вот за это время он нарастил хорошую массу. Там тоже использовались какие-то можжевельники сорта. Я уже точно не помню, но при определенных условиях они стригутся и дают вот такие интересные моменты. Вот эта сосна тоже взята из каких-то сортовых, из семечки. Я не уверен, не уверен, что там будет за какой-то сорт. Может быть даже простой аборигенный. Но хочу сформировать вот такую маленькую эпиднию. И видите, в этом году она уже дала прирост. В следующем году она заложила, видите, вот там почечки. То есть она будет наращивать здесь такую массу. Взято ель аборигенная. Идея была совершенно другая. Мне хотелось взять ель и использовать ее как штамп, чтобы привить на нее ель ползучую. Но прививки хвойников требуют каких-то особенностей, и у меня не получилось. Выбрасывать было ее жалко. И вот из такой обыкновенной аборигенной ели сформировал вот такое дерево. Не знаю даже, как его назвать, но вот интересное довольно. Ель стрижется очень легко, переносит обрезку легко. Ну и вот это буквально 7 лет, и вот такой результат. Вот это у меня открытая терраса. И используется, в общем-то, как это, ну открытая летом. Хотя иногда и осенью, и весной можно выйти. Покрытие как крыша используется виноград. Самый простой, синий, альфа-изабелла. Но идея еще такая, что вот это пространство оказалось очень открытым. И я решил сформировать вот такие окна. Сейчас надо какой-то период, чтобы вот эти промежутки заплел виноград. Ну а там впереди мы видим мой зимний сад. Да, вот этот тоже идея такая моя. Взят цилиндр из арматурной сетки оцинкованной. И забивается вовнутрь 50% мха сфагнума и 50% коры сосновой. И вот я его использую. Хочу здесь такой уголок для орхидеи. Вот эта орхидея какая-то там тоже. Вот эта орхидея, она уже начала корешки пускать. Но как-то медленно очень это самое. Очень сложно организовать полив. Хотя поливается сверху. В верхней части стоит пластиковая ведерко. А внизу дырочка, наливаешь ведерку и водичка медленно просачивается по всему этому габиону. Это хищники питаются мухами, да. Тоже взят габион. Вверху стоит ведерко пластиковое. И высажены непентасы. Самые простые, там их много видов. Самое главное, что там такой сиропчик есть. Ну если туда заглянуть, конечно, то там много мух. Мухи, там и осы залетают, ну и они туда попадают, да. Да, да, очень ему здесь нравится. И он дает хороший прирост. А всегда по состоянию вот этого непентаса можно судить по вот этим кувшинкам. Если огромные, большие, значит у них все хорошо. И опапоротники, кстати, принес из леса вместе с мхом с фагнумом. Я их не сажал. Это наши. Они, споры занесены вместе с мхом. Для меня это был сюрприз. Тут еще самое главное интересное, что весной какие-то вместе с мхом споры грибов занес. И даже бывают грибы. Такие они, ну, условно какие-то, я не знаю, что они, как называется. Но даже грибы растут. Ну вот еще интересно. Ну да, лимон такой, да. Было много, но вынужден был срезать, потому что дерево упало бы. Вот это папоротник Platycerium epiphyt. Я очень часто их видел в джунглях Малайзии, в джунглях Вьетнама. И они прикрепляются к деревням. И как бы там паразитируют на них. Но у меня возникла такая идея. Он подвешен и растет он в кокосе. Кокос нашел в Атлантическом океане на берегу Флориды, да. Ну и папоротник опять туда забит, вовнутрь удалено все. И туда тоже мох сфагнум и 50% коры. И вот как бы он в этом году уже такой хороший дает прирост. А папоротники это фри бесплатно. Они сами заселились у меня. Ну это наши какие-то аборигены. Да, вот это вот габион тоже для вот этих лиан. Здесь филадендрон. Но филадендрон у меня там уже есть. Поэтому высажен там наверху сциндапсус. Не он. Он дает такой лимонно-золотистый цвет. Но идея такая, чтобы эти растения, лианы, перешли на потолок. А потом слились вот с этими фотообоями. С джунглями. И уже интересно, что они дотянулись до сюда. И уже пошли воздушные корни. Которые в общем-то даже где-то уже к фотообоям прикрепились. А здесь я уже попытался как бы это дело немножко им помочь. И одной лиане я подвесил колбочку. Там обыкновенная вода. Но она очень быстро откликнулась. Уже пошли мелкие корешки. То есть получает дополнительное питание. И вот эти корни, они конечно будут здесь более такими насыщенными, активными. Такими интересными. Ну вот на этом и все. Спасибо большое за внимание. И до новых встреч на канале Процветок.